здравствуйте в этом видео вы станете свидетелем обзора архаического периода древнего египта это введение которое позволит вам понять следующие видео в которых более подробно рассматриваются первая и вторая династии фараонов составляющие его архаический период египта также известен как тинейский период или ранний династический период и длится с 3150 года даем по 2890 год до н и это исторический период который знаменует начало династической истории древнего египта в то время столица египетской империи находилась в городе тенис или тис где управление осуществлялось через сильную монархическую власть которая была развита только двумя линиями царей этот набор монархов называется 1 и 2 династией они считаются первыми фараонами как объединители египта давайте поговорим об особенностях этой монархии и ее расширение мы находимся в начале этого периода и уже начинаем видеть сложную и эффективную систему государственного устройства в центре которой находится монархия столь же сильные сколь и принятая и вокруг которой в совершенной гармонии вращается как политическая так и духовная жизнь ставшая почти константой на протяжении всей истории и развития древнего египта мы находимся в том времени когда похоже древняя императорская столица верхнего египта нерджан по-гречески иракомполис была перенесена в город мемфис мемфис был расположен недалеко от того места где река не раскидывает свои рукава образуя дельту реки которая сливается со средиземным морем таким образом это анклав с важными геостратегическими и геоэкономическими характеристиками где монархия имела не только резиденцию но и прямой контроль к этому решению следует добавить тот факт что монархия имела сильный военный характер при этом король лично или его самые непосредственные делегаты отвечали за сдерживание кочевых народов и в некоторой степени контролировали на границах уделяя особое внимание ливийцам на западном фронте одновременно обеспечивая контроль над рудниками и драгоценными камнями на южном и восточном фронтах египет продвинулся к первому катаракту поглотив города элефантина и сиена современный асуан стратегические пункты для экспансии в нубию с низким уровнем развития сельского хозяйства но важными горнодобывающими и торговыми центрами существует свидетельство экспедиции в нубию второго фараона ахо что касается кочевых народов то известно что ахо получал дань от ливийцев а его преемник дайр совершал экспедиции вплоть до красного моря эти экспедиции как правило были связаны с владением рудниками в регионе есть также свидетельство о походах во времена дина на сенай для контроля над шахтами и против ливийцев все более сильное государство с явными экспансионистскими устремлениями проводила культурную политику основанную на объединении верхнего египта где зародилась монархия и нижнего египта для того чтобы сделать возможной эту стратегию ассимиляции между двумя территориями был принят ряд мер в том числе следующие принятие фараоном представительных символов севера и юга таких как красная корона нижнего египта и белая корона верхнего египта аллегорические и символические празднования объединения засвидетельствованные в правлении ахо политикам матримониальных союзов посредством смешанных браков между королем и представителями знати интересующих территорий как в случае с городом сайс которым присваивались имена богов или богинь что дает уверенность в тесной связи между политической и религиозной сферами таким же образом смешанные браки заключались между представителями знати как способ обеспечения солидарности между элитами связанными с монархической властью другой фронт был образован строительством храмов в нижнем египте таким образом воспроизводя не только архитектурные формы но и всю систему ритуализации и управления жреческой элитой симпатизирующий монарху ассимиляция северного и южного архитектурных стилей особенно в царских гробницах они располагались как в абедосе верхний египет так и в саккаре нижний египет те же боги те же храмы та же элита тот же жреческий орден те же обряды те же формы и те же истоки стали таким образом столпами предположений обеих территорий что касается экономики и общества следует отметить что египетская экономика тесно связано с политическим аппаратом фараоны способствовали строительству каналов для ирригации тем самым повышая урожайность сельского хозяйства под эгидой сильного и единого государства через доступ к экономическим ресурсам исходящим от сбора прибыли полученной от урожая в экономике где сельскохозяйственный и животноводческий секторы были основными генераторами которые по мере роста постепенно сопровождались торговлей в поисках избыточного капитала полученного в результате этого же роста хотя вскоре она была вовлечена в гражданские войны возникающие из-за конфликтов интересов археология свидетельствует о строительстве мемфиса около 2900 года даем и а значит и о развитии городов совпавшим с аграрным развитием что привело к расширению доступа к продуктам питания и последующему росту населения кроме того город саккара расположенный недалеко от мемфиса был одним из главных мест царских захоронений торговля постоянно росла причем в двух основных направлениях вверх по нилу нубия и в так называемый ливант самая восточная прибрежная полоса средиземноморья включающая современные израиль и герданию ливан сирию и палестинские территории торговля с нубией велась преимущественно по суше поскольку сменяющие друг друга катаракты препятствовали судоходству дальше элефантины на нубийской границе основным источником древесины была торговля с ливантом связи с этим в конце архаического периода были найдены остатки керамики на которых изображены лодки с веслами из чего можно сделать вывод что в это время произошла технологическая революция а также активизировалась торговля что касается нубии южного и восточного фронтов то военная экспансия обеспечила добычу камня и золота международная торговля со своей стороны удовлетворяла помимо древесины камня и металлов для производства бронзы растущий спрос на предметы роскоши включая драгоценные метаи и камни кроме того в силу социальных причин менталитета ритуалы погребального культа и показная демонстрация как отражение политической или экономической иерархии как демонстрация власти породили большой местный спрос от которого выиграла индустрия посвященная строительству погребальных объектов королевских статуй и всех видов памятников что обеспечивалось военным присутствием в продуктивных районах что касается удовлетворения основных потребностей населения то продукты питания поступали в виде налогов в политический аппарат хранились в так называемых королевских селосных ямах и впоследствии распределялись средине сельского населения ремесленники стали составлять части этого сектора особенно в деревообработки и металлообработки остальное население составлял сектор занимавшийся речной и международной торговлей который в основном состоял из политического аппарата армии бюрократии и конечно же королевской семьи что касается религии то в это время местные боги городов и религиозных центров начали приобретать национальное значение часто через так называемый синкретизм или ассимиляцию богов и культов различного происхождения одним из наиболее значимых случаев является осирис благодетельный бог связанный с плодородием торговлей и по сути с жизнью после смерти родом из нижнеегипетского города бусирис который был ассимилирован с богом аналогичных характеристик из верхнеегипетского города абидес города который укрепил свою власть в качестве религиозного и погребального центра став местом погребения фараонов не менее важным был тот факт что осирис и его сын хор были приняты в символику царской власти миф о войнах осириса и гора против сета вероятно начал формироваться в это время хотя его окончательная формулировка появилась позже хотя все что было сказано до сих пор дает представление о гармонии и согласии в настоящее время можно наблюдать признаки внутренних конфликтов которые похоже в какой-то мере связаны с оппозиции нижнего египта централизму отстаиваемому монархии верхнего египта эти признаки начинают проявляться в правлении ада и ба которому очевидно пришлось столкнуться с восстаниями в нижнем египте несмотря на некоторые признаки сближения такие как его женитьба на мемфитянке его преемника семерджета считают узурпатором эти два царя а также третий ка были похоронены как их предшественники в городе абидос в верхнем египте к этому добавилось использование королевскими особами ряда символов таких как бог хорус сына сириса и следовательно связанный с белой короной верхнего египта они с двойной короной что было очень чувствительным вопросом для населения не включенного в список все это свидетельствует о склонности монархии к верхнему египту и о процессе смуты со стороны нижнего египта хотя эти указания публикли в правление его преемников хотя псиджимы и небра были похоронены в нижнем египте за хранение которые не смогли предотвратить серьезные беспорядки последовавшие за этим перед сын убрал бога гора из царской символики и заменил его богом сетом напоминая о мифе о войне между гором и сетом указывая на то что гражданская война разразившаяся при его преемнике хаседжими имела сильный религиозный характер будучи войной между последователями одного бога и другого они между территориями восстание зашло так далеко что напала на город нехит древний религиозный центр верхнеегипетской монархии что дает представление о его масштабах в конце концов хаседжим одержал победу о чем свидетельствуют рельефы на основаниях двух статуй на которых изображены его мертвые враги и на которых царь значимо изображен с белой короны верхнего египта как изменение имени с джейсиджим означающего одну силу на джейсиджим означающего две силы так и возвращение к символизму гора указывает на то что северные повстанцы взяли в качестве своей эмблемы бога сета в противоположность гору монархии для просмотра других видео по истории посетите мой канал в описании видео следующее видео первая династия египетских фронтов